Древние городища на урочище Барсова гора перенесут в мультимедийное пространство. Воплотить проект в жизнь помог грант-губернатора Югры. На выделенные деньги археологи проведут дополнительные исследования объекта и составят подробную карту поселения с домами и оборонительной системой. Почти 50 лет ученые не могли завершить раскопки на данном объекте. А между тем памятником заинтересовались черные копатели и чуть не уничтожили культурный слой. Евгений Неупокоев посетил место раскопок и узнал, как идут работы на архитектурном объекте, которому более 2000 лет. Городище на Барсовой горе обнаружили в конце 60-х. Чуть позже ученые из Уральского университета провели там первые раскопки. Археологи выяснили, что поселение принадлежит кулайской культуре и появилось в первом веке до нашей эры. Кулайская культура, она названа по исследованию в начале прошлого века святилищем под Томском на горе Кулайка. Вот отсюда кулайская культура. Существовала эта культура, то есть какие-то древние народы, объединенные близостью материальной культуры. То есть близкие горшки, утварь и так далее. Вот это значит древняя культура. Она распространена была от Северного Ледовитого океана до Верхнего Приобия. При первых раскопках выяснилось, что городище насчитывало несколько домов. Они были уничтожены огнем, но по найденным осколкам, глиняной посуды, бронзовым идолам и украшениям археологам удалось определить, к какой культуре они относятся. Характерно для этого времени это штамп в виде уточки, это жемчужины, это гребеночка по венчику. Манера орнаментации сосуда, она нам собственно и дает, это как паспорт эпохи, и мы видим какой этот сосуд. Вот два сосуда здесь представлены. Чудесный абсолютно идол, это орнитоморфный, то есть в виде птицы. А вообще для этого времени идолы, они такие, очень фантазийные какие-то, свойственные этого времени. После первых исследований памятник попал в охранную зону и был забыт почти на полвека. На продолжение раскопок требовались средства. За это время на городище побывали любители и довольно серьезно повредили культурный слой. Просто уничтожают, потому что в этом месте даже археологи уже в ходе раскопок ничего не зафиксируют. Уничтожили остатки древних построек, вытащили уникальные металлические, как правило, уникальные вещи, редкие вещи. Вытащили эти вещи, значит, обеднили культуру того населения, которое здесь жило. Чтобы исторические артефакты не пропали, исследователи обратились к губернатору Югры. На проведение раскопок был выделен грант, и в этом году археологи вернулись. Сейчас они устанавливают, какой оборонительной системой пользовались представители кулайской культуры. О ней историкам практически ничего не известно. Кроме этого, в земле осталось много других артефактов. И для их извлечения необходимо буквально по сантиметру снимать тонны земли. Все зафиксировать. Циферками, буковками мы делаем планшетку, кладем, и потом на фото четко знаем, что мы фотографировали. Можно не записывать в отдельную тетрадь, это очень удобно. После того, как произведено фото, мы делаем ортофото. То есть фотографируем максимально сверху, максимально под углом 90 градусов. На участок раскладываются вот такие крестики, самые обычные, используются они для укладки плитки, строительные. Археологи их взяли на вооружение. Все это необходимо для дальнейшего составления мультимедийной карты поселения и подробнейшего изучения культуры и быта древних народов. Ведь даже маленький фрагмент старинного изделия может рассказать о многом. Сейчас я держу в руках кусочек керамики, которому 2000 лет. На нем характерные следы нагара. Это говорит о том, что недобросовестная хозяйка просмотрела, когда готовилась пища на костре. После того, как раскопки закончатся, ученые еще несколько лет будут изучать все находки. Все это после будет использоваться для мультимедийного проекта. С его помощью любой желающий сможет узнать, кто же населял территорию Югры в древние времена, как жил, чем увлекался, во что верил. Евгений Неупокоев, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра Сургут» специально для Больше чем новости.